Итак, всем привет, с вами Допугай, мы продолжаем играть за США в Total Cringe И в прошлой серии мы тут уже, можно сказать, победили Японию на море У них осталось очень мало кораблей Скорее всего, в этой серии мы уже полностью разобьем весь японский флот Останется буквально совсем мало Мы также очень много островов уже забрали И здесь это на самом деле имеет смысл Мы им очень хорошо снижаем поддержку войны Это снижает им стабильность Ну и, очевидно, это всегда выгодно Плюс еще, видите, партия правящая тоже снижается Это тоже, опять-таки, на стабильности, на политике сказывается Очень все приятно У нас, наоборот, все это бафается Так что сейчас мы будем вот эти острова забирать Попробуем после этого все-таки вот этот остров пробить, да? Нам все-таки стоит это сделать Нужно я еще одну авианосную группу сюда подведу И с большим количеством авиации мы сможем пробиться После этого, думаю, будем подбираться потихоньку к Японии Причем мне очень интересует остров Тайвань Потому что это может быть очень хорошей авиационной базой Для начала бомбардировок Японии Плюс, параллельно с этим У нас уже практически готовы Первые наши, так сказать, авиакрылья стратегов Которые скоро начнут бомбардировки Германии И параллельно с этим мы высадились в Северной Африке Тоже здесь сейчас начнется наступление И потихоньку мы будем выходить в Туза, так сказать, Италии И планировать уже высадки на острова Думаю, сначала заберем вот эти острова Потом какую-нибудь Сицилию Ну и дальше будем смотреть Вместе с этим параллельно у нас еще дополнительные войска тренируются Будем еще добавлять новых Будем планировать параллельную выездку с Севера Здесь уже сделали выездку британцы и, господи, бразильцы Чувствую я, что итальянцев здесь перефлексит и они проиграют Ну посмотрим, что как будет И самое главное сейчас Вот здесь вот выбить японское вторжение Затем сюда высадиться Освободить Малайзию И поехать на Север Вот так вот, освобождая весь Юго-Восточный регион Что ж, на этом, я думаю, мы и начинаем Поехали Я думаю, пора уже начинать атомные исследования Потому что пока мы завершим вот эти У нас, в принципе, будут потихоньку подходить уже атомные бомбы И вот эти два исследования, я думаю, мы будем делать под Матхетовский проект У нас будет два бафа Почему, в принципе, ядерной бомбы и не сделать Сейчас мы доделаем вот этот баф на флот, очень жесткий А после этого даже не знаю Есть вот эти приятные вещи Наверное, нам сюда бы и пойти, да? Я думаю, да Ну что, вот мы возьмемся еще бафа на 10% производства Это очень солидно А у нас все время есть палитка на поправки бюджета Давайте их и сделаем И параллельно не забываем лоббирование тоже проводить А еще я заметил, что у нас есть технология Точнее, вот это вот решение Которая требует обработку резины Я думаю, нам действительно следует это сделать Потому что резины у нас не хватает, однозначно Можно пока противотанковую атаку не прокачать Потому что, ну, объективно говоря, нам не слишком это надо сейчас Мы не боимся танками А вот резиновую пойти бы и сделать Потому что, да, нам очень ее не хватает Если мы можем по решению просто заспавнить себе резину То это, конечно, надо делать И, возможно, подстроить потом еще даже побольше еще Здесь, слушайте, очень солидный гарнизон Так что нужно к этой выставке подготовиться основательно Ой, мы встречаем снова японский флот И, блин, по-моему, свертяжи должны здесь отклеиваться Нет? Нет, они успели выйти Один не успел Это звучит, конечно, отлично Давайте-ка сделаем вот так вот Постараемся все-таки его перехватить Этот флот У нас, может, все шансы на это есть Там очень-очень задамаженные корабли Их бы найти и добить Ну что ж, начинаем мы нашу очередную попытку высадиться В одном, я думаю, мы вот эту атаку Вопрос, здесь есть укрепление А здесь укрепления нету Значит, вторую кнопку нажимать смысла особо нету Что ж, сейчас мы знаем, если у нас прогресс У нас здесь еще вот этот флот занимается приказом Давайте-ка просто сюда тоже переедет И вся авиация работает здесь сейчас На авиаштурмую поддержку Нажимаем приказ Ну, слушайте, шансы есть Хорошие у нас очень много атаки Очень много, больше, чем у них У нас очень солидные шансы пробиться сейчас Мы сделали еще эту вещь Нарастили Все еще вот эти ничего не дают нам фокусы Пентагон все еще хочется, но надо терпеть Это не так эффективно Вот сюда мы идем, программа победы, я думаю Так, и... Блин, ну по-моему пробиваемся Если я не ошибаюсь То это выглядит как пробитие Да, есть пробитие Отлично Сайпан мы забираем Кстати говоря, видите, у них там войска Испаряются, потому что им некуда отступить Мы блокируем, видимо, пролив И сейчас мы еще здесь пробьемся и полностью Будем контролировать эти острова Тут нам показывают пратезанатиты в Ягославии Не знаю зачем, нам именно это показывают, но допустим И наши войска здесь готовы Планируем Теперь выставку, наверное, даже не отсюда А вот отсюда все-таки Нам нужно пробить вот этот остров Так что отправляем туда наши войска Так, миссия Тизер, да, отличное предложение Звучит, как будто это нам нужно сделать Более долгосрочное сотрудничество Звучит, кстати говоря, еще лучше Так, и мы здесь перехватываем Японский флот в кубочках Нет, не перехватываем, они ушли А войска в Южной Франции, кстати говоря, уже провалилась Тем временем Советский Союз уже переходит в наступление И возвращает уже себя в Бессарабию Чувствую, скоро он войдет на территорию Румынии На севере еще войска немецкие кое-как держатся Но это очень временно Скоро уже советы будут на территории Германии А, нет, мы все-таки находим периодически их флот Ну, видите, Суперховики, да, сложно полностью уничтожить Потому что у них просто, ну, очень много ХП Но постепенно-постепенно мы вроде как с этим справляемся И в Северной Африке мы здесь переходим в нормальное уже наступление Мы здесь уже очень хороший плацдарм имеем Авиацию бы сюда еще добавить Но пока не особо представляется такая возможность И мы наконец-таки ставим вот этого парня В наши советники Блин, производство у нас, конечно, космическое 120 максимальной эффективности Думаю даже вот это можно снизить Потому что, ну, слишком много уже их Мы сейчас будем делать Ну и стратеги наши уже по 4 в день делаются Звучит очень хорошо Эти сейчас дообучаются Давайте добавим им уже новых стратегов Я думаю, мы уже настроили Да, так и есть Тоже они начинают обучаться Я хочу уже только самых обученных отправлять Эти дообучаются сейчас и начнут Бомбардировки, я думаю, Западной Германии О, это еще битва походит на какое-то сражение Хотя, конечно, тут же расправа над японским флотом Я бы сказал Последние-последние деньки японского флота Сколько там уже осталось кораблей? 49? Ну, совсем чуть-чуть осталось До просто полного разгрома флота Когда у них уже не останется никаких кораблей А выстка у нас здесь вот готова Давайте сделаем вот так И начинаем выполнение Вместе с этим, я думаю, есть смысл Вот эти корабли убрать с приказов И поставить вот сюда Чтобы они Помогали в выстке, конечно же О, господи, смотрите, где высадились Это даже не японцы Не, подожди, японцы Да, у них просто Плажочек Не японский, а китайский Странно Странно, но допустим А, кстати говоря, видите, они уже проигрывают Они уверены в том, что в этом Ну, сейчас мы еще один остров заберем Будет вообще вам, ребята, не сладко Нужно помочь, я думаю, обязательно Выбить от этих войска Мы очень сильно авиацией это делаем Есть смысл также перебросить сюда еще Дополнительную силу авиации Здесь вот они все тренируются Надо Интактических мы делаем недостаточно Я бы сказал Но с другой стороны Как только мы закончим войну В Тихом океане То нам их столько и не нужно будет Нам хватит их сконцентрировать Вот эта боевая группа готова Начинаем Бомбардировки Северо-западной, пожалуй, Германии Что здесь наши вроде как Союзники британцы, я думаю Бомбят, а может еще кто-то Поэтому мы начинаем вот сюда И ставим, конечно же В любое время суток Мы не боимся Вражеской авиации Совсем Ну и как бы засекаем Здесь 2 до 2 По процентам я чувствую Все станет еще страшнее После того, как мы Присоединились за бомбардировку И я вижу здесь питва Которой японцы потеряли Ну почти все свои авианосцы, я думаю Да, осталось всего 2 Если говоря, здесь мы не пробились Я вижу Господи, сколько их там Их там просто, ну Бесконечное количество какое-то Не мудрено, что мы там не пробились Надо Надо с этим что-то сделать Мы вроде их рейдим Но как будто недостаточно этого Да, там черт возьми 13 дивизий Вот в этом Вот в этой провинции Такое, конечно, сложно пробить Надо подумать Комитет у нас есть Можем Смотрите-ка Можем дойти до сюда До астрологических служб Нам это нужно будет А не сейчас Но сначала, конечно, возьмем 10 производительности Это очень круто Это и в верфи И, собственно говоря В производство военных заводов Господи, как мы флот, конечно Под 85 с верфей строим Шикарно И у меня есть оригинальное решение Вот этой проблемы Мы будем бомбить им Морскую базу Вот она Таким образом У них здесь перестанет Поступать снабжение Эти войска Окажутся вообще без приказов Вообще Они так не должны иметь Нормальное снабжение Потому что мы здесь вроде как Все рейдим Но откуда-то есть Значит мы им не будем Позволять этого В морской базе Даже Если у них что-то там И как-то Проезжает Некуда это будет Просто довозить Так что Давайте Переводим авиацию сюда Пока что только Наши тактические бомбардировщики Будут это делать Может я еще стратегии переброшу Но вообще я не хотел бы Мне кажется Бомбардировки Германии В этом плане поважнее Я вижу Там уже желтеет У них припасы Но это в основном Из-за того что мы рейдим Я вижу базу Тоже потихоньку выбиваем У нас вот был только что Один левел поврежденный Этого мало Нужно еще Слушайте Ну С Большой концентрацией сил здесь Рейды намного лучше стали И по ощущениям Мы намного лучше Выбиваем у них здесь припасы Плюс Рейды Слушайте Морская база стала Третьего левела Они ее только построили Господи Ну и Как же страшны японцы Тем не менее Вроде как Эффект от этого есть Давайте Берем Из лишних регионов Наверное Рейды Это вот здесь вот Не хочется убирать Но тем не менее Вот здесь вот Они смогли Кстати Захватить что-то Вот этой выставкой Нелепой Но мы этот объем Ой мы здесь уже подходим К авиабазе Непосредственно Вот здесь И к морской базе Вот здесь Так что японцы Здесь скоро Потеряются полностью Тем временем В Африке у нас тоже Все отлично Мы постепенно Все ближе и ближе Подходим к тому Чтобы После отсюда Выбить С стороны оси Ой я вижу Что у них потихоньку Припасы там краснеют Мы на секунду Это увидели Потом все равно Пропало все Но Эффекты точно есть Мы Рейдим вроде как Достаточно хорошо И если посмотреть На их пути Возможно они покраснеют Да так и есть Они видите Уже красные Все меньше и меньше Туда могут пройти корабли Это меня Несомненно радует В принципе Конвой у них кончается Но еще очень далеки Они от того Чтобы прям закончиться На Тироиде мы Ну блин Очень много В Северной Африке Неожиданная проблема У нас здесь Припасов нет вообще Поэтому я строю Велоснабжение И морскую базу Чтобы как-то Что-то появилось Но думаю Это проблема Лишь временная В те время Здесь мы Почти выбили Японцев Взяли авиабазу Потихоньку Потихоньку Я думаю Мы выберем сейчас Порт И все станет Отлично Кстати говоря Берем Терефокусы На вот эти Вот грейды Получили сразу Максимальный уровень Автомобильных заводов Сейчас исследуем Огромные танковые заводы Получим максимальный Уровень танковых заводов Нам бы еще Стрелковое вооружение Точно так же БДМаксить Вот надо Исследовать И его тоже исследовать Точнее его тоже Фокус взять Я думаю Пора взять Вот этот Тоже фокус На 5 арги Это в целом Вообще Неплохой бонус Надо брать Еще можно увеличить Заводские смены Потому что Это очень много Дает нашей промышленности И здесь Что же есть возможно Да Вот это надо тоже нажимать Это тоже Очень много Просто О Кстати говоря Мы закончили авианосцы Эти Три штуки Я думаю На этом мы и закончим Нашими авианосцами Не думаю Что нам нужно будет Больше Ой я вижу Здесь красные войска Да видимо Наша тактика Сработала И можем Пробовать высаживаться Я думаю Только флот Перед этим Еще подвести Чуть поближе Отлично Только морскую базу Мы не сломали Тем не менее Все вроде как Получилось Давайте тогда Вот так вот Да я оставил Наверное Даже так Нажимаем Здесь Артиллерийский обстрел И отлично Мы выбиваем Взяли мы Северное Палал Очень много Здесь дивизий И здесь Еще было дивизии Неплохо Так Господи Солидно Солидно Чисто 15 дивизий Ну 14 Берут И исчезают Японских Супер Взяли очередный остров Теперь я думаю Можно вот сюда Подплыть Будет Либо на Тайвань Тайвань Я думаю Чуть-чуть Рановато Поэтому давайте Еще острова Добьемся Так а это что А это А это отдельно Остров Господи Нам бы его тоже Наверное Взять Я думаю И учитывая То что у меня Здесь нету Трех дивизий Видимо там были Дивизии Которые там Умерли Либо я сюда Не доделал Три дивизии Что правда Неизвестно Тем временем Наши бои С японским флотом Все еще продолжались Потихоньку И у них уже Осталось Ну Ничего Из авианосцев Немножко линейного флота Еще меньше Я бы сказал Прикрытия Ну по этим размерам Как бы японский флот Уже ни на что Больше не способен И у японцев Уже Есть понимание Того что они Проиграли В войну на Тихом океане Вопрос У них еще Вот эти острова Будут считаться Или нет Я думаю Да Так что Давайте Продолжим Вот так Поехали Нужно Добавить Все По японский флот Смотрите Пошел последнюю атаку Да Ну ладно Возможно Не самую последнюю Еще У них еще Остались корабли Но Битв больше Реальных у нас Не будет И я думаю Теперь настолько дерзкий Чтобы вот здесь Вот рейдить Хотя Нужно конечно Понимать Что у них Здесь должна быть Авиация Да Так и есть Так что Нам сейчас Нужно Как-то Авиацию Самим Перебросить Сюда И быть Очень аккуратным Германия Начинает Летнее Оступление В России По-моему Это уже Было И это Ничем не Закончилось И Германия Еще раз А 43 Года Теперь Да Ну По-моему Уже Все Тут Как бы Может Только Если В Советском Союзе Закончатся Люди Но Мы же знаем Что это Невозможно Если Говоря Наши Союзники Начинают Здесь Выставки Мы Там Еще Пока Не Поддерживаем Так Вот Это Мы можем Выбить И Если Мы Сможем Пробиться В Трипалит Нам Даже Не Так Будет Нужно Доделывать Но Без Эти Кунтов Сношения Я думаю Мы Не Пробьемся Кстати Говоря Видите У нас Торпедная Атака А Это Вероятность Подания Торпед Убирает Да Господи Мы Все Это Время Воевали Под Дебафом Мне казалось Там Торпедная Атака Минус 30 Я думал Плевать Но Нет Это Вероятность Что Зимит Надо было Брать Намного Раньше Наши Торпеды Все Это Время Не Работали А я Думал Что У меня С Подлодками А Оказывается Подлодки Были Под Вот Таким Дебафом А Я Этого И Даже Не Знал Следовала Резину Можем Нажать Сразу Первую Кнопочку И Получить Синтетики Больше Супер А здесь Мы Смогли Наконец Выбить Морской Порт Ну И Вопрос Рябни Когда Мы Добьем Здесь Полностью Японцев А затем Когда Мы Освободим Малайзию Здесь Кстати Говоря Я думаю Можно Тоже Высаживаться Ставим Вот Так Пожалуй Даже Не знаю Нужно Нужно Здесь Помочь Прям Сюда Подвезти Флот Вообще Думаю Да Почему Б и Нет Давайте Вот Этот Флот Снимем Нет Нет Вот Этот Флот Снимем С приказа Отправим Сюда Я думаю Они должны Успевать Хотя Недалековато Ну да Флот Быстрее Чем Конвой Движется В целом Хотя Не совсем Но Он Все Еще Успеет И все Еще Успеет Догнать Какую Поддержку Я думаю Нажимаем Здесь Артиллерийский Обстрел Обязательно Можем Шоку Атаку Прорыв 40% Это нам Надо Это нам Надо Но нет Здесь 12 Дивизий Мы такое Не пробьем Я чувствую Нужно Начинать Здесь Делать То же Самое Что я Делал До Этого Чтобы Видеть Вот этот Остров Полностью Зародить Его Подлодками Да Мы Здесь Не Можем Высадиться Значаем Обратно Приказ И Останавливаем Мы Триполи Выбиваем Судя по всему Не до страны Ладно Мы здесь Построили Порт Где у нас Какие-то Припасы Появились Отлично И Со взятием Триполи Теперь У Итальянцев Не будет Здесь Снабжения Причем Вообще Это Последний Пункт Снабжения Здесь Да Без Триполи Итальянцы Полностью Обречены Так Завершается Наша Компания В Северной Африке Мы Освободили Британская Компания В Южной Франции Не знаю Может удастся Может не удастся Мы скоро Это узнаем Тем не менее Мы точно Там уже победили И блин Грустно Что я только Сейчас Заметил Вот эту фигню С подлодками Шанс попадания Торпеды Это очень много 30% Я все это время Думал Что там просто Урон 30% Это еще Можно пережить Было бы Забросилась Это всю Наша авиация Которая Здесь вот Штурмовая Была И Начинаем Мы Поломасштабное Наступление Где-то Орское сражение А на это Фейнформация Это мы Видимо Какое-то Что-то Прибыло Сюда Вообще Вообще Я чувствую Что мы здесь Много урона Получаем Да так и есть Вот этот флот Надо отвезти На Гавайи Причем Срочно И очень вовремя Это заметил У меня 117 Почти мертвый Им пора Починиться На Гавайях А вот этот флот Который сейчас Там чинится Который сейчас Там просто Так стоял И не начинался Господи Что же вы там Тогда делали В общем Это сейчас флот Который освободится Вот этот Наверное Пойдет рейдить И вот этот Как освободится Тоже пойдет рейдить Так департамент Есть Давайте Надежность торпед Отлично Мы сразу снизим На 10 Потом еще Через некоторое время Полностью уберем Супер И северная Африка Потеряна Италии Отлично Секарные новости Для нас А британцы Уже высадились На Сицилию Какие молодцы Мы здесь Стратеги Вот сюда Переносим Потому что Там нас Начали останавливать Ну и Добавим сюда Новых Я думаю Уф Наша уже Промышленность военная Просто на максимуме Своих возможностей Производят эти стратеги Полторы тысячи Я даже уже Их не буду обучать Потому что Но смысл Обучиться уже в бою И да Немецкая промышленность Сейчас начнется Просто Очень быстро падать Вопрос Что у них О господи Сколько у них нефти Она у них бесконечная Типа реально 165 произведено нефти Где они производят 165 нефти Такой вопрос Нескромный А ну что здесь нефти Еще и здесь нефть была Здесь куча нефти Да в этом моде Конечно Проблем с нефтью Вообще никто не испытывает Ну и это на самом деле Грустно Это было Просто я бы сказал Одной из главных Проблем у Германии Из-за этого Они начали проигрывать И в воздухе И на земле И на море Тоже у них проблемы Хотя на море Конечно Проблемы были С тем что у британцев Были уже очень хорошие Радары Как и с авиацией В принципе Похоже была проблема Но Они не могли тренировать Пилотов Они не могли тренировать Крубо говоря Водителей грузовиков Даже был такой отчет В один момент Передан То есть Ну Топливо было просто Критически важно Для Германии И без него Критически быстро Она начала проигрывать Жалко что здесь Это совсем не передано Так эти войска Все у нас свободные Даже не знаю Перебросить их В Африку Или во Францию Я бы их наверное Во Францию Сюда отправил С вот таким Приказом А вот эти танковые войска Сейчас поедут Я думаю В Блин Тоже либо во Францию Либо вообще Я бы отправил их В Италию Пускай танки Потихоньку пытаются Пробиваться Сквозь Италию И Последние провинции Две И Япония Проиграла В Борнео Супер Полностью угрозы Мы здесь ликвидировали Здесь вот Смешные дивизии Все еще имеются Давайте вот так вот Поддержим атаку Вот это тоже Надо будет вернуть И мы все ждем Что здесь происходит Да У нас вот сейчас Чинится весь Господи Он очень много Получил урона Но надо понимать Что за этот урон Японцы скорее всего Потеряли много авиации Хотя у них 7000 морских бомберов Они их делают Конечно безумно много Тем не менее Вот здесь вот Скоро я думаю Мы сможем Уже высадиться Падение фашистского режима В Италии Сейчас будет Республика Сало Я так понимаю Что вот этим делать Ребята Прошу вопрос Я бы их на Пока что Раскидал вот так По морским портам Чтобы они Припасы Ну чтобы они Не горели без припасов А затем С высадкой Мы уже Утравим их сюда Освобождать Юго-Восточную Азию Еще я Все производство Все ставлю Потому что У меня ни хрома не хватает У меня алюминия Это только будет Ухудшаться Так что Надо уже Достраивать Конечно Забавный факт У нас начинает качаться Топливо Нашего Производства топлива Не хватает Это конечно забавно Но я сначала Докачаю все остальные Техи У нас все еще Есть хорошие запасы А потом уже Думаю Начну Техи Доисследовать На производство топлива Итальянское перемирие Смотрите-ка Что это Великий фашистский совет Сверх Я арестовал Муссолини Да А Классика Вот 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 Просто Ну как же Хорошо Они Итальянский флот Выведенство Это интересно Но нет Как же Классно Они проработали Этот мод Тем что У тебя все Девизи становятся В окружении Из-за того Что создается Итальянская Вот эта вот Республика Просто Просто Невероятно Круто 10 из 10 Ребята И ладно Если вот это Вот так И здесь Все безопасно Но если бы Это не было Безопасно То есть Если бы Грубо говоря Здесь не было Дивизии А здесь есть То хватает Просто вот Атаки сюда Чтобы убивать Дивизии Так отвратительно Сделано в этом моде Просто Ну я не могу Так этот флот Дочинился Вот этот флот Который еле живой Пускай Дочинится туда Вот этот Идет Дочинится сюда Итак Законного регистрации Иллюстрации Как мы сделали Требуется Анастической Харти Господи Нам вот это Надо Создать Терпес Надо Обвить Эмбарго Германии Господи А нельзя Было Пропустить Этот фокус Как-то Как будто Как будто Можно было бы Ну ладно Допустим Хотя нет Я не хочу Ну хотя Давайте Ладно Уже Сделаем Восьмиться На Базы Это конечно База Но Но это Выглядит Очень смешно И мне Интересует Очень Что здесь Происходит На острове Здесь Береговое Укрепление Обычных Нету Мы потихоньку Рейдим Их Но насколько Это вообще У нас Получается Хотелось бы Посмотреть Что там Как по путям Мы можем Посмотреть Ага Я вижу Еще Вот там Вот мы Не рейдим А можем В теории Так что Давайте Еще так Сделаем Отлично А еще Нам бы Выглядеть Уже Побольше Людей Так что Давайте Начнем Уже Советская Крупная Уступательная Операция 43-44 Годов Пошла Пошла Смотрим Что там Будет Происходить Пафы Солидные Но не Слишком Прям Хотя Встопление Плюс 15 На национальных Это приятно Конечно Опять Таким Нет Прям Супер Космос Просто Приятно Я бы Сказал И Нам бы General Motors Но я Вот Жду Вот Это Исследование Потом Возьмем Наверное Его И поставим Это Так Мы здесь Всех Взломали Только Можно Был Давайте Сюда Взлом А что Еще Слам В этом Смотрите Что Японцы Придумали Вот Сюда Направление Идет Вот Так Ебать Это Конечно Гениальная Многоходовочка Японцы Жаль Только Что Мои подлодки Здесь Тоже Достанут Да Вот Они Вот Они Конвои Которые Хотели Нас Обмануть И переиграть Но Нет Вы думали Вы Меня Уничтожите Если вы меня Переиграть Нет Это Я вас Уничтожаю Переиграю Ну И Можно Уже Попробовать Высадиться Я думаю Сейчас Узнаем Насколько Наш Вообще Вот Это Дело С подлодками Сработало О Второе Счастливое Время Забиться За Атлантику Где Они Атаковали Наш Опять С ней Начали Эффективно Атаковать Ну Слушайте Эффективно Неэффективно Но Посмотрим Да И У нас Реальные шансы Прям Очень Реальные шансы Нужно Срочно Подвести Вот этот Я думаю Флот Сюда Давайте Сделаем Так Вот Так Так Мы Нажали Все Что Можно Нажали Я думаю Шансы Хорошие Потому что Сейчас Девизи Будут Выбиваться Им Нужно Будет Еще Время Зарин Форсить Обратно Так Что Мы Скорее Всего Заберем Этот Остров Сейчас Да Так И Есть Нас Забанывают Красным Цветом Но Я-то Знаю Что Он Зеленый Хотя Вот Сейчас Не так Все Удачно Сложилось Но Нет Мне кажется Все равно Мы Сможем Выбить Надо Что Только Чтобы Урон Хорошо Попрокал Сюда Чуть Не хватает Как Будто Ну Под Авиацией Туда Сюда У нас Атаки Более Все У нас Больше Атаки Мы Уже Победили Отлично Их Атаки Слишком Мало Отлично Остров Выбит А мы Сведаем Фокус Я думаю На танковые Вот эти вот Вещи Уже Пора Потому Что Скоро Я думаю Будет Война Не только С оси Да Мы можем Вполне Сипи Сделать Операцию Немыслимой Я думаю Так что Движемся Туда И Да Мы забираем Этот остров Япония Потеряла Еще одну Морскую Базу Это даст Нам как-то Еще дебаф Или они уже На максимуме Не обязательно В нашу Пользу Эх Интересно Это может стать Чего хуже Или нет Я думаю Да Но Видите Оно еще падает 65% Еще может Улететь У них И они могут Остаться На всего 7% Отлично Значит Мы идем В нужное Направление Ну а на этом Я думаю Серег Мы подзакончим Мы Смогли освободить Всю северную Африку Здесь Японское Второжение Ликвидировали Отобрали Еще кучу Островов Но еще Вот эти Я думаю Трет Отберем Я думаю Сейчас мы Вот сюда Попробуем Высадиться Тоже Так Будем Сейчас Убивать Морскими Подлодками Любые Гранизоны Потом Здесь Надо Уже Освободить Территорию Чтобы У нас Вот эта Армия Здесь Работала Она Пока Расслабляется Здесь На пляжах Так Сказ Действительно Каким-то Образом Итальянцы Снова Появились Скорее Всего Я подозреваю Что территорию Передали Седали Что-то Успела Перевести Что-ли Здесь Наши танки Постепенно Наступают И сюда Наши войска Прибыли Не покаж Сейчас Позиции Себе Сделают И потом Будем Тоже Переходить Наступление И еще Наверное Отсюда Высаживаться Советы Тоже Переходят В хорошее Такое Наступление Скоро Пойдет Румыния Здесь Уже Фронт Потихоньку Начинает Сыпаться Наши Бомбардировки Тоже Работают Мы по 3% Набили Хотя Мы теряем Некоторое Количество Стратегов Но Что такое 3 стратега В день Когда мы Производим 10 Практически Уже Это Ничего А с вами Ребен Подписывайтесь Если